Первым объектом осмотра выездного заседания стал строящийся спортивный центр единоборств на улице Станичная. Согласно документации, он должен быть возведен до нового года, но депутаты обеспокоены, времени остается крайне мало. ЧАЭС замедлило темпы работы, но представители управления капитального строительства и подрядчик уверяют, все успеют вовремя. Идем в соответствии с графиком. По графику мы должны 15-го числа закончить монтаж металлоконструкции. Мы не укладываемся на неделю максимум. Погодные условия нас убили. В прямом смысле этого слова. Три недели работают. Так, это понятно. Вы нагоните? Обязательно. У нас стоит фронт декабрь текущего года. На других объектах депутаты проверили оборудование спортплощадок в окрестных станицах и селах. Например, в Чеконской школе достаточно уличных площадей, которые можно оснастить новыми тренажерами. Мы бы хотели вообще, чтобы отдельно здесь какой-нибудь спортзал или какой-то комплекс поставили, чтобы какие-то тренажеры были. Это вот детям было бы очень интересно. В школах Юровки и Гостогаевска директоры и тренеры также рассказали о буднях. Где-то требуется обновить инвентарь и покрытие на площадках. Звучат заявки на новые секции и спорткружки. Считаю, что в удовлетворительном состоянии наши объекты спортивные, которые на территории школы. Учитывая то состояние образовательных учреждений, которое имеется на сегодняшний день. Специалисты мэрии добавляют, сейчас идет работа над проектом бюджета на будущий год. Мы будем закладывать на 22-й год в этом году, практически в направлении 22-й год, деньги для содержания всех площадок. В том числе и те, которые на территории школы, и те, которые за территорией школы. То есть будем пытаться получить финансирование. Итогами второго выездного совещания депутаты остались удовлетворены. С руководством школ налажены контакты и обратная связь. Есть замечания, есть предложения. Я уверен, что мы будем проводить также выездные заседания, мониторить ситуацию. И, конечно же, влиять на образовательный спортивный процесс детей. Потому что дети – наше будущее. Надо, чтобы правильно они занимались, качественно. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа. Регион.